Конечно, это международная игра, хотя товарищеская. И всегда на уровне сборной надо играть на победу и на результат. Это касается и Казахстана, это касается нашей команды. Поэтому и первая игра совсем важная всегда, если есть новый тренер, новое руководство, новые игроки и так дальше, и так дальше. Первую игру, конечно, все, но не только первую. Хотим выиграть и принять болельщиков на свою сторону. Хотя соперник непростой, потому что Казахстан тоже будет стараться. Видели мы его игру против Азербайджана, где выиграли. Играли очень организованно, поэтому просто не будет. Но я уверен, в наше качество и хотим взять три очка. На первый взгляд после недели работы со сборной Грузии, я могу сказать, что, конечно, ребята очень талантливые. Что касается таланта, они от Бога приняли очень много. Но надо играть и командно, и очень уверенно, и держать баланс команды. Это не значит, что играется только в атаку, и играется красиво, индивидуально. Но если хотим добиться какого-то успеха, прежде всего, очень важная игра всей команды, баланс команды в обороне, в атаке. Если в атаке открываешь ты свое хорошее мастерство, которое у наших игроков действительно есть, то ты должен работать и назад. Потому что, если только играешь атакующий в футбол, это очень глупо, потому что на международном уровне так нельзя. Что касается тренировочного процесса, я ребятами, конечно, очень доволен. Не потому, что хотели показаться перед новым тренером. Я уверен, что будут продолжать так работать. Мы поговорили и с руководством, и с ребятами, что вообще хотим. Если приходит новый тренер или иностранный тренер, что он должен сделать, какая моя мотивация здесь, какая должна быть мотивация ребят, болельщиков, руководства вообще. Поэтому знаем, что хотим, но нас ждет, конечно, и много работы, потому что соперников на этой уровне простого нет. И если хотим добиться чего-то в группе, на чемпионат Европы, то должны сделать и хорошие результаты в таких играх, как завтра против Словакии, против Румынии, против Испании. Это, можно назвать, высшая школа для нас всех. Что касается тактики, конечно, у каждого тренера есть своя тренерская филозофия. Если скажете, что хотим играть в атакующий футбол, это все хотят. Просто все, если ты хочешь выиграть матч, ты должен играть в более атакующий футбол. Что касается системы, видим, в той системе, о которой я говорил, можно на ходу игры поменять систему. Я это очень люблю, я не против играть в три центральных защитников на ходу игры, и 4-3-3, и 4-4-2. Вариантов много, зависит от того, какое качество игроков есть, какие на данный момент здоровье, какие на данный момент физически готовы. Потому что не все ребята пришли в 100% физическом состоянии, это касается Кверквели, это касается Пчердладзе, которые не играли, почти вся атака сидела последние две недели на скамейке. Это значит, что желание у них огромное, и я уверен, что это покажут в этой игре. И то качество, которое действительно у них есть большое, я могу сказать только, что если бы эта команда работала на клубном уровне, и было бы время их готовить постоянно, каждый день, это бы была суперкоманда. Но вы же не влияете постоянно на их ежедневную жизнь, потому что все работают в своих клубах, и у каждого игрока есть другой тренер, другая филозофия, другая возможная система. Поэтому от тренера сборной зависит то, как он определится с системой, где найдет место каждому игроку, где ему удобно, и это пойдет на пользу на команду.